Военный хлебушек, нянюшка, трудные годы. Картины художника Олега Гойдина не выдумка, а пережитая им реальность. Выставка картин члена Союза художников России, приуроченная к 71-й годовщине снятия блокады Ленинграда, прошла во Всехсвятском храме Ростова-на-Дону. Сюжет Евгении Шатиловой. На этой картине маленький мальчик лет 6-7. Он всю ночь простоял в очереди за хлебом. Его ноги обуты в валенке на несколько размеров больше, чулки подвязаны веревочками, коленки посинели от холода. Замерзшими руками, боясь уронить хотя бы крошку, он сжимает хлеб, который не может съесть, так как дома его ждут голодная мать и сестра. Военный хлебушек Олега Гойдина, как и ряд других картин художника о войне, имел всесоюзный успех, ведь в них автор изобразил реальность, пережитую им в те самые трудные годы. Олег Гойдин погиб в автомобильной катастрофе в 49 лет, оставив на холстах все то, чем жил долгие годы – воспоминания о войне. Когда она началась, ему было 4,5 года. Его отец ушел на фронт. Голод и холод, скитание по дорогам войны своей матери, учительницы начальных классов, с тремя маленькими детьми, он пронес через всю жизнь. Когда закончил училище, стал писать натюрморты, пейзажи, жанровые картины, но заноза в сердце не позволяла забыть то, что он пережил в детстве. Это тяготило, это жгло его, это все на моих глазах было. Он переживал, он боялся взяться за эту тему, но все-таки взялся. В памяти посетителей выставки живы рассказы родственников о тех временах, которые изображены на картинах, о тех девятистах страшных днях и ночах блокады Ленинграда. Отцу Михаилу родители много рассказывали о войне, и сегодня он каждый день молится о мире на земле. Отец и мать пережили оккупацию, дед воевал, дядька мой воевал на фронте. И поэтому события, которые изображены, это не что-то постороннее, это то, что волнует каждого из нас. Наши родители, одногодки художника, вот эта картина нас очень тронула по той причине, что мы настолько наслышаны. Наслышанным мама на 14-й линии, тогда был в госпитале, бабушка работала медсестрой хирургии, а мама приходила и кормила вот так солдат. Дети войны, которые не знали вкуса сытного обеда, отцовской ласки, а знали только то, что должны помогать приближению победы. Худеющие, голодные, с большими измученными глазами. Именно эта тема легла в основу серии картин Олега Ивановича под названием «Трудные годы», в которой художник рассказал всему миру, что переживают дети, когда взрослые воюют. Евгения Шатилова, Андрей Мазиков, телестудия «Дон православный».